Здорово! Сейчас я обучу вас фокусу, который называется 4 туза Куперфильда. Для этого фокуса вам понадобится 2 одинаковые колоды карт. И с одной мы выбираем 4 туза. И со второй колоды мы выбираем 3 туза. Абсолютно любых. Итак, смотрим. Здесь у меня, в этой нашей тройке, нету туза крестей. То есть мы берем нашу четверку и туза крестей мы кладем сверху. Он у нас сверху нашей четверки. Это мы кладем вниз. Теперь мы берем всю колоду, скидываем сверху нашей четверки и наши 3 туза в любом порядке переворачиваем рубашкой вверх, прям сверху нашей колоды. И у нас получается так. Сверху у нас 3 туза и снизу у нас 4 туза рубашкой вниз. Все, у нас колода укомплектована для фокуса. Итак, как же Куперфильд так красиво показывал фокус? У вас так в жизни тяжело будет показать, поскольку у него было все запланировано и снималось на камеру в зале под правильным углом. И никто из зрителей просто не мог ему помешать. Что бы он как там ни делал, просто зрители не могли взять рукой и там как-то напортачить. Ладно, поехали к обучению. У нас есть колода. Теперь мы должны показать зрителю, что мы ее тасуем. Тасовать можно абсолютно по-разному. И главное не засветить нижнюю карту перевернутую. Смотрим. Можно использовать тасовку скидывания. То есть мы берем снизу, кидаем на пол, снизу кидаем на пол и снизу кидаем сверху. Если это делать быстро, то будет казаться, что мы просто берем и скидываем карты. Есть, кстати, еще такая ошибка распространенная, что когда кидают карты, бывает, все съезжает и туз видно. Чтобы избежать этого, мы просто берем низ, кидаем и большим указательным пальцем прижимаем сверху карты. И все. Это как бы первая ложная тасовка. Можно использовать любые. Самое главное, чтобы весь порядок колоды сохранялся. Вот мы типа перетасовали колоду. Теперь нам нужно выкинуть 4 туза. Как же это делать? Смотрим. Мы делим колоду приблизительно на 2 части. Вот так немножко потасуем. И у нас, хопа, и вылетает туз. Это делается так, надо потренироваться, тяжеловато. Смотрите. Когда вы берете правую стопку, у вас снизу 4 туза. И вам необходимо эту часть положить на часть, которую в левой руке. И тогда вы можете запросто вот так вот отлеснуть одну карту и взять ее как бы с зазором. Это для облегчения выкида этой карты. Вот вы видите, да? То есть, когда вы вот так вот делаете резкое движение вперед, вы просто отпускаете нижнюю карту. И получается, что туз вылетает. Сейчас. Вот мы взяли с зазором. И теперь вот так вот. Раз. И у нас туз вылетает. Так вы делаете с тремя. То есть, раз. Сделали вот такой зазор. Вот так, хоп. Сделали зазор. Можно любой. Конечно, для начала лучше побольше делать. Потом вы приучитесь, можно и поменьше, поменьше. То есть, выкинули туза. И теперь у вас остался последний туз. Вы, самое главное, помните, что у вас тузы в правой руке. Если вы кладете левую, с левой руки часть наверх. И у вас остается сверху как бы три туза. И снизу один туз. Что вы делаете дальше? Дальше вы снимаете примерно половину колоды. Кладете сюда. И когда вы кладете сюда колоду, зритель сюда отвлекается. И в этот момент вы просто берете большим пальцем, либо другими пальцами. Вы делаете зазор на вот этой нижней карте. На последнем тузе. И когда вы возьмете уже здесь карты. Ваш туз уже будет на зазоре. И все. После этого вы просто делаете движение. И у вас туз вылетает. Еще также огромный совет. Когда вы выкидываете вообще всех тузов. Это держаться ближе к краю. Тогда, когда вы так будете делать. У туза будет большая траектория вылета. Если вы будете держать по центру, то он просто как попало вывалится. А если вы будете держать ближе к краю, правом. То у вас он будет красиво вылетать. Оп. Когда вы выкинули последнего туза. У вас получается вот такой вот сэндвич. Самое главное сейчас не перепутать карты. Вы берете эту верхнюю часть. Кидаете сюда. Потом берете туза в руку. Не отпускайте. И эту часть. Оставшуюся. То что было под низом. С тремя нашими тузами. Кидаете сверху. Вот. У нас остается туз крестей. Значит что делал Куперфильд. Он брал наши. Он так делал. Туза ставил. Камера светила отсюда. Как бы снимала. Ему было просто легко. Так снизу посчитывать. Там трех тузов. Потом он берет. Так как. Это в общем. Тяжело будет сделать зрителям. Так что я вам советую. Просто положить сверху трех тузов. Взять. Сделать брейк. И этого туза. Вообще. Убрать куда-нибудь далеко. Чтобы зрители. Его не видели. Туза. Еще также могут зрители заметить. Если будут смотреть сблизи. Что карты расходятся. Это еще желательно делать с новыми картами. И если вы показываете. Со старыми картами. То вам нужно сделать. Билом брейк. Снять эти три карты. Если вы видите дальше туза нет. И убрать куда-нибудь подальше. Я сейчас буду делать примерно здесь. Чтобы вам показать. Вы там убирайте за спину. Туда куда-нибудь. Уносите вдаль. Теперь. Мы берем на каждого из этих тузов. Скидываем по три карты. Раз. Два. И три. Колоду мы просто берем. И откладываем в сторону. Берем любого из этих тузов. И в этом случае. Вы можете проявить свою креативность. И придумывать всякие прикольные штучки. Пропадание тузов. Вот первый вариант. То есть мы показываем зрителю. Четыре карты. Вы берете. Раз. Два. Три. И показываете уже три карты. Все. Ну естественно это делается очень просто. Ваша карта на третьем месте. Вы берете. Все складываете. Там щелкнуть можно. Скидываете одну карту. Потом скидываете. Две карты. И потом еще одну. Также еще была такая сменка. То есть когда он берет. Своего туза. Ну и он пропадает. После этого. После этого. Он берет. Значит скидывает. Одну карту. Вторую карту. И третью карту. Тоже очень просто. Мы берем нашего туза. Вверху. Закрываем. Под таким вот градусом. Под таким вот углом. Средителю. Снизу. Мы. Карту. Выдвигаем. Нижнюю. И мы ее. Так вот продеваем. Как бы снизу. Переносим наверх. И когда. Мы. Сделаем вот такое движение. То у нас красиво. Туз. Испарится. Да. Вот это конечно. Мне нравится. Если под правильным углом. Сделать. То будет красиво. Ладно. У нас туз на втором месте. После этого мы снимаем дабл. Кидаем. Еще одну карту. И еще одну карту. Теперь у нас еще следующий туз. Не знаю. Это можно делать. К примеру. Так. Взяли. Показали. Четыре карты. Туз у нас сверху. Мы берем. Щелкаем. И сразу снимаем дабл. Даже можно вот так показать. Вот так показываем. То есть две карты. Показываем сверху туза. Щелкаем. И сразу показываем верхнюю карту. Восьмерку. Шестерку. И девятку. Вот так вот. То есть мы берем. Карту сверху. Когда мы показываем. Четыре карты. Мы сразу ставим брейк. И на брейке держим уже. Две карты. Теперь мы слистнули одну туза. Показали. Щелкнули пальцем. И сразу снимаем дабл. И еще карта. И еще карта. Естественно. Зрители в медоразумении. Где же делись. Вот эти все тузы. Вы туда естественно. Не разворачивайте. Сразу взяли. Кинули в колоду. Перетасовали. Как нибудь прячете это все. И потом берете. Нашу. Нашего туза. И он должен вот так лежать. И теперь мне очень нравится это движение. Вы берете. И вот этим вот образом. Раздвигаете. Потом можно еще взять этого туза. Поддеть. И перекинуть. И вообще классно. Фокус получится. Я вам говорю. Ну вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Счастья, здоровья. С Новым годом. Скоро будет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok